Разве погибнуть ты нам завещала? Родина Идут годы, меняются поколения. Прошло много лет, как закончилась Отечественная война, и только человеческая память может запечатлять многие страницы, благодарно сохранить и передать наследие имена защитников Отечества, тех, кто грудью заслонил священную землю нашу. Пал на полях сражений. Слово памяти памятник одного корня, но память отдельного человека и всего человечества, увы, не беспредельна. И чтобы продлить, оживить, воскресить ее, оставляют люди зарубки на верстовых столбах истории. Чтобы не забыли, чтобы, проходя мимо, вспомнили, чтобы было, куда прийти. И наша деревня не исключение. В центре ее стоит скромный памятник в честь павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, куда каждый год жители деревни Мендюкино приходят, чтобы поклониться своим землякам, отдавшим жизнь за свободу Отечества. Из Машоновского сельского поселения на фронт было призвано 485 человек, 196 пали, защищая нашу необъятную родину. Это их имена, выбиты на мраморных плитах. Лишь ветер помнит броды к местам военных дней, где шли, сражаясь роты, миндюкинских парней. Деревня всех отпела, кто в тех боях погиб, и вознеслась в ней стела средь тополей и лип. Прохладен зов гранита, но всяк униж скорбит. Ничто здесь не забыто, никто тут не забыт. И буквы цвета лилий уж много славных лет хранят родство фамилий, деревню первоцвет. Осень небесной стыни ласкает сон, покой в миндюкинской святыне над оситром рекой. Из воспоминаний Соповой Тамары Андреевны, заведующей ДК Миндюкина, в то время организатором и вдохновителем идеи сооружения памятника погибшим землякам, была Спиридонова Зинаида Терентьева. Деньги перечисляли и пенсионеры, и ветераны войны. 7 ноября 1981 года состоялось открытие памятника. На бетонном постаменте было мозаичное панно в виде трептиха. Справа был изображен воин с автоматом, поднявшийся в атаку, символизирующий защитника Родины. Слева Московский Кремль и салют в честь Дня Победы. В центре группа людей. Выделяется фигура женщины со склоненной головой, символизирующая скорбящую мать. На постаменте высечены слова «Никто не забыт и ничто не забыто». На памятнике выбиты фамилии воинов, павших на поле боя. Автор памятника неизвестен. В дальнейшем композиция памятника дополнялась, так как со временем мозаичное панно стало осыпаться. Памятник пришлось частично реконструировать. Были уточнены списки погибших, и одно было добавлено по просьбе Марии Владимировны Никитиной, королевой, чей отец, королев Владимир Алексеевич, ушел на фронт в 1942 году из Мендюкина и был убит осенью 1943 года. Последним ее желанием было, чтобы его фамилия появилась на памятнике в Мендюкино. И вот 8 мая 2012 года сына Марии Владимировны пригласили на митинг, посвященный Дню Победы. Он растрогался до слез, когда увидел фамилию своего деда. Я Климанова Марина. Каждый год 9 мая я подхожу к плите, на которой высечены фамилии моих родственников, Евтеевы. Их здесь двое. Недавно мне стало известно о судьбе одного из них, Евтеева Александра Васильевича, уроженца деревни Великое Поле. В наградном листе написано, что своим экипажем уничтожил одно полевое орудие противника, две повозки и до 13 солдат и офицеров противника, достоин правительственной награды. Этот приказ от 26 июня 1944 года. А 30 июня Евтеев Александр Васильевич погиб. Я не знаю, как он погиб. Может быть, его танк был подбит. И он нашел последнее пристанище в своей боевой машине. Может быть, пуля снайпера сразила его, когда он выбирался из горящего танка. Может быть, он умер от ран в госпитале, так и не увидев победы. Может быть, может быть... Вы сражались, погибали и побеждали. Чтобы жили мы. Мы, школьники Миндюкинской школы, сделаем все возможное, чтобы выяснить судьбу каждого воина, чьи имена высечены на скорбных плитах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!